Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Еселяк Парад» и в начале коротко о главном. В северном Казахстане продолжается падеж домашней птицы. Началась вакцинация. Развивая животноводство, в минувшие выходные из Ирландии в Товарищество с ограниченной ответственностью «Береке Акжар» завезли 300 голов крупного рогатого скота. В Петропавловске завершается капитальный ремонт школ. Какие изменения произошли в городских учебных заведениях, узнаете в выпуске. На территории социально-экономической зоны в Петропавловске российский инвестор начнет строительство фармацевтического завода. Переговоры с предпринимателем прошли под руководством заместителя Акима области Ганины Геметова. Инвестор официально подтвердил свой интерес к Североказахстанской области, представил экономику проекта, показал источники финансирования и назвал определенные условия договора. В результате составлен конкретный план совместных действий. Кроме этого, рабочая группа посетила ряд производственных объектов. Особенно заинтересовало предприятие по производству запатентованного медицинского оборудования для эффективного лечения инфекций полости рта и глотки с помощью озона. Массовый падеж птицы в Северном Казахстане продолжается. Чтобы разобраться в ситуации, установить риски распространения, ущерб и величину компенсации предпринимателям в нашу область в минувшую субботу приехала специальная группа эпидемиологов из столицы. Под руководством вице-министра сельского хозяйства Гульмиры Исаевой. Как обстоят дела, на какую помощь от государства могут претендовать птицеводы области, узнавал Илья Кудряков. Главный вопрос, который волнует всех птицеводов региона, как получить компенсацию от государства. Для этого специальная эпидемиологическая группа сейчас устанавливает сумму ущерба. Главная задача отряда – минимизировать последующие убытки. В минувшую субботу вице-министр сельского хозяйства посетила все птицефабрики нашего региона, пообщалась с хозяевами и попыталась установить, сколько же птицы погибло. Сумма компенсации за одну голову будет осуществляться из среднерыночной стоимости. Эта комиссия работает круглогодично. Она решает все вопросы, связанные с выплатами компенсации при возникновении особо опасных болезней животных и птиц. Она мониторит ежемесячно, смотрит, какие цены имеются в данном регионе на живой скот и на живую птицу. И, соответственно, в случае возникновения вспышек и необходимости выплат компенсации происходит возмещение стоимости падежа павшей птицы. Конечно, удар по экономике будет большой. Но сейчас основная задача ветеринаров, директоров хозяйств и эпидемиологов – спасти еще уцелевшую птицу. Для этого из республиканского запаса выделили чуть больше 87 тысяч доз. Вакцинирование уже началось. В первую очередь его проведут в населенных пунктах, которые находятся по направлению перелета диких птиц. Приграничных с Российской Федерацией районах и в радиусе 20 километров от районов, где зафиксирован массовый падеж птицы. Вакцинация начинается в тот момент, когда мы устанавливаем диагноз. Диагноз был установлен 16 сентября в 21.00. С 17-го уже вакцина была отгружена. Сегодня же утром она была распределена уже в районы. И, соответственно, нам понадобилось всего два дня для того, чтобы эту вакцину после получения подтверждения диагноза птичьего гриппа, мы сразу же в течение двух дней организовали ее получение, транспортировку и распределение по району. Кроме этого, сейчас руководителями крупных птицефабрик региона ведут переговоры о создании изолированных зон. Те, кто вовремя провел вакцинацию, где соблюдаются все требования по содержанию птицы, и тот, кто смог обезопасить свое хозяйство от этой заразы, после создания чистой зоны смогут вновь торговать своей продукцией. На языке ветеринарном называется как компартмент, то есть провели компартментализацию, которая позволила им создать такой островок чистой зоны посреди, допустим, неблагополучной зоны. Это дает им право, несмотря на то, что имеется ограничение, можно вывозить продукцию из компартмента и реализовать ее без каких-либо ограничений, потому что данные объекты показывают, что их продукция безопасна и соответствует всем требованиям ветеринарно-санитарным нормам. На задачи нашей комиссии тоже было убедиться, что птицефабрики Северного Казахстана готовы к компартментализации, и таким образом данный опыт дальше распространить на другие регионы. В принципе, ваши птицефабрики готовы к тому, чтобы реализовать вот этот такой инструмент компартментализации. Кроме нашего региона, массовый падеж птицы зафиксировали в Костанайской, Павлодарской и Акмолинской областях. Там также провели все необходимые экспертизы. Результатов пока нет, но по предварительным данным птичий гриб вполне вероятен. Поэтому уже сейчас готовится вся необходимая помощь в эти регионы. Илья Кудряков, Рейнбек, Бегужаев, Служба новостей. В 23 населенных пунктах в 8 районах Североказахстанской области подтвержден птичий гриб. Вирус молниеносно распространился уже и на другие регионы страны. Удержится ли птичий бизнес на плаву и удастся ли предотвратить рост цен на куриное мясо и яйцо? Об этом и многом другом шла речь в Центральной службе коммуникаций в столице. Падеж птицы только на Бишкульской птицефабрике на сегодняшний день зафиксирован в пределах 41 тысячи. Всего в 27 населенных пунктах в 11 районах отмечается падеж домашних пернатых. В 23 из них выявлен птичий гриб. Журналистов нашего телеканала, как и многих жителей региона, интересовал вопрос, почему, несмотря на то, что птичий гриб в соседнем Омске был зарегистрирован еще в конце августа, в Северо-Казахстанской области с диагнозом смогли определиться лишь спустя три недели, когда масштабы происходящего уже приобрели катастрофический вид. На что вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан ответила, что регион уже с начала года был в достаточном количестве снабжен необходимой вакциной. В начале года в Северо-Казахстанской области было выделено 600 тысяч доз вакцин против птичьего гриппа, что позволило провакцинировать более 2 миллионов голов домашней птицы. Хочу напомнить, что на 1 сентября, если смотреть статистические данные, что в Северном Казахстане 2,6 миллиона поголовья птицы содержатся на частных подворьях. Дополнительно, как только поступила информация о опасности распространения птичьего гриппа в Северо-Казахстанской области, было выделено еще 873 тысячи доз, что позволяет еще дополнительно провакцинировать 3 миллиона голов. Птицефабрики, в которых своевременно проведена вакцинация, смогли сохранить поголовье, отметила спикер. Начал свою работу и республиканский эпизоотический отряд, который и будет определять ущерб фермеров как личных подворьей, так и птицефабрик. На эти цели уже предусмотрено 390 миллионов тенге. В стране ежегодно производится примерно 5 миллиардов штук яиц, поэтому потребность внутреннего рынка 100% была обеспечена. 5 птицефабрик занимаются производством яиц в нашем регионе. Мощности двух птицефабрик из-за поддержки птицы, мы отмечаем, что ограничения будут, но остальные птицефабрики способны за счет собственных мощностей закрывать эту потребность. И Северо-Казахстанская область является сегодня достаточно самообеспеченным по яйцу, и они продукцию реализуют также в других регионах. К тому же санитарные врачи отмечают, что птичий грипп типа H5N8, выявленный на территории Северо-Казахстанской области, практически не опасен для человека. Вирус от человека к человеку не передается. Очень редко встречается заражение людей от непосредственно зараженных птиц, и то это происходит при прямом или косвенном контакте с инфицированной живой или мертвой птицей. Практически нет фактов передачи от птицепродукции, от мяса или яиц. Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Северо-Казахстанской области на сегодняшний день определён круг контактных лиц в количестве 398 человек. Медицинские учреждения, где отмечается эпизоатологическое неблагополучие по птичьему гриппу, направлены письма о взятии контактных лиц под медицинское наблюдение. Некатерина Белоусова, Служба новостей. В области начал работу республиканский противоэпизоатический отряд. Дворы, где выявлена больная птица, обеззараживаются. Началась вакцинация домашней птицы в радиусе 20 километров от очагов распространения инфекции. Сейчас готовится постановление о закрытии на карантин ещё шести сёл области. По словам руководителя управления ветеринарии, только одна из шести птицефабрик региона оказалась инфицированной. В остальных ситуация нормальная. Как отметил Берик Альжанов, товарищества «Адель Кус» и «Есиль» могут реализовывать свою продукцию. Что касается компенсации, по словам руководителя управления, её будет определять специальная республиканская комиссия. После того, как вступит в постановление Государственного ветеринарного санитарного инспектора района, как я уже сказал, специалисты РПО будут подворно ходить, актировать падёж, изъятие. После этого специальная комиссия, созданная на уровне области, определит среднюю рыночную стоимость птицы живой по видам. И, соответственно, из этого будет расчёт идти, исходя из того, какое количество было изъято и уничтожено. Увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса в два раза. Такое поручение дал глава государства в своём послании народу Казахстана. Для реализации задачи в Североказахстанской области запланирован ряд проектов. Один из них – откормочная площадка в Акжарском районе. Какие планы у предпринимателя по реализации своего дела узнавал Илья Кудряков. ТО «Береки Акжар» существует с 2019 года и уже подаёт большие надежды. В этом году недалеко от села Талшик Акжарского района в начале июля предприниматель начал строительство новой откормочной площадки. Сейчас идётся подготовка участка. Потратят на проект около 820 миллионов тенге. В этом году будет построено с 17 объектов, будет готово в этом году 7. 7 – это значит двугольная площадка с кормовым столом. Вот здесь вот видно, сейчас которая техника работает. И кормовой сех уже почти на 70% готова. Уже провели электричество, подвели воду. Одним словом, основную часть работ завершат уже в этом году. В планах на следующий – закончить строительство административного корпуса и родильного блока. Кстати, все работы совершают под присмотром республиканской палаты «Ангус». Именно у них предприниматель закупил первую партию КРС. Строительство объекта ведётся по особой технологии, которую начали внедрять в 2010 году. Пилотные проекты запустили в Акмолинской области. Они показали себя с хорошей стороны и теперь их реализуют в нашем регионе. В чём преимущество её? Минимальное строительство получается. Здесь минимальное вложение в капитальное строительство. Это делается для того, чтобы завтра компания могла окупиться быстрее и как бы зарабатывать быстрее. А вот и первая партия КРС из Ирландии. Пока предприниматель закупил только 300 голов. Абердин ангус – это порода мясного направления. Средний вес быков может доходить до 800 килограммов, а коров – до 600. Они неприхотливы ни в еде, ни в уходе. Так что для выращивания в наших условиях эта порода подходит хорошо. Главное – помещение, где не будет ветра. Но есть и проблема, с которой уже пришлось столкнуться начинающему предпринимателю. Я поблагодарил бы поставщика Петрикса, который Пульсен ЛТД, ирландская фирма. Несмотря на то, что нас не финансирует АКК, они поставляли корову 300 голов. По АКК до сих пор я вам ещё раз сожалею о том, что вот такие препятствия. У них разные причины, материалы не вовремя не рассматривают. Неделями ждём, месяцами ждали. Вот даже последний пример, который протоколы должны были написать, отдать им. Они даже образцы протоколов недели уже согласуют между собой. В общем, увязли в бумажной волокете. Тем не менее, предприниматель всё равно настроен серьёзно и в ближайшее время решит вопрос. Государство и закон на его стороне. Сумма инвестиций составила порядка 2,5 миллиарда тенге. Будет создано 35 рабочих мест. Проект реализуется при поддержке государства. Одобрено льготный кредит через аграрную кредитную корпорацию. На достигнутом предприниматель останавливаться не собирается. В планах ещё закупить порядка 500 голов. Плюс в перспективе перейти на молочно-мясное направление. В Петропавловске волонтёры и представители Департамента экологии провели субботник. Более ста человек разделились на группы и различные участки города. В результате чего собрано почти тонна отходов. Субботник направлен на привлечение внимания к экологическим проблемам, в том числе к загрязнению окружающей среды, а также формированию экологической культуры и развития волонтёрской деятельности. В результате кропотливой работы было собрано 44 мешка стекла, пластика, резины, бумаги и металла. Из них 29 мешка ушло на переработку в товарищество с ограниченной ответственностью «Радуга». Всемирный день чистоты, если честно, проводили в первый раз. А так, я как эко-волонтёр и амбассадор СКО проводим такие мероприятия два раза в месяц стабильно. По субботам в карантинное время проводили по пятницам соблюдение всех санитарных норм. Совместно с волонтёрами и Департаментом экологии. Я выбираю локацию, мы выезжаем туда. Североказахстанские волонтёры провели социологический опрос по качеству оказания госуслуг. Акция инициирована Департаментом агентства по делам государственной службы. Наша съёмочная группа побывала в Мамлютке, где посетила фронт-офис «Открытый Акимат». Социологическое исследование проходило по всей республике. В его рамках оценивается несколько критериев, как компетентность сотрудников, их вежливость, а также удовлетворённость граждан результатом полученной услуги. Мы решили не остаться в стороне и на безвозмездной основе провести соцопрос. Взяли мы для мониторинга услуги самых сложных, наиболее востребованных сфер. Это как образование, социальная защита и занятость, регистрация актов гражданских состояний. Мы на районном уровне изучаем качество оказания данных видов госуслуг. Волонтёры ввели мониторинг в течение месяца. Они отмечают, что промежуточные итоги показали хорошие результаты. Около 90% опрашиваемых довольны работой сотрудников. Оказывается, 86 услуг. Из них некоторые услуги оказываются в открытом Акимате. Именно это регистрация актов гражданских состояний, регистрация сельскохозяйственной техники, перерегистрации, а также техосмотр. В открытом Акимате работает 6 сотрудников исполнительных органов. На сегодняшний день жалоб со стороны услугополучателя не поступило. Сотрудники открытого Акимата отмечают, что большинство услуг оказывается через сайт yegov.kyz. Если человек ранее не пользовался порталом, они консультируют клиента по всем возникающим вопросам. Тамеранд Леубаев, Юрий Искаков, Служба новостей. Некорректный исчисленный налог на транспорт можно исправить в режиме онлайн. Для оперативного решения подобных проблем и исправления неверных сведений разработан сервис корректировки. Воспользоваться данной услугой можно через налоговый кошелек мобильного приложения iSALYK, которое можно скачать в App Store и Play Market. В случае возникновения вопросов по налогам физических лиц можно обратиться в колл-центр. В интерфейсе достаточно приложить соответствующие документы. В течение нескольких дней информация будет исправлена регистрирующим органам. Также в мобильном приложении iSALYK для удобства граждан имеется возможность просмотра данных по транспортным средствам, состоящих на регистрационном учете в органах полиции. Соответственно, увидеть, по каким транспортным средствам был исчислен налог. В случае возникновения вопросов по налогам физических лиц просим обращаться по телефону 466029-466075. О том, как не стать жертвой интернет-мошенников, полицейские рассказали жителям Петропавловска. Они организовали акцию по распространению памяток и брошюрок профилактического характера. К разъяснительной работе подключились волонтеры. Подробности далее. Учащиеся Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа вместе с оперативниками посетили торговые дома, где рассказали людям о самых частых схемах обмана в интернете. На сегодняшний день, пожалуй, каждый человек сталкивается с покупками товаров в сети интернет. Но, как мы видим, большое количество объявлений являются фейковыми. Поэтому хотелось бы предупредить жителей нашей области соблюдать мир и предосторожности в сети интернет. С начала этого года на уловки мошенников посредством различных онлайн-ресурсов попалось более 270 североказахстанцев. Не нужно соглашаться на какие-либо сомнительные сделки в социальных сетях, отказаться от предоплаты при покупке и продаже товара, не сообщать номера банковских карт, пин-кодов, а также пароли, поступающие на мобильный телефон. Это первые правила, которые могут обезопасить вас от мошеннических действий в интернете через мессенджеры и другие электронные ресурсы. Одним из распространенных преступлений является интернет-мошенничество. Поэтому нами совместно с волокерским клубом «Комкор» сегодня была проведена разъяснительная профилактическая работа с населением по раздаче профилактических материалов, брошюры памятных населению. Также хотелось предупредить население Североказстанской области соблюдать меры предосторожности в сети интернет, ни в коем случае не перечисляя денежные средства неизвестным лицам. Одни из самых распространенных схем обмана, которые в последнее время все чаще используют мошенники, это получение онлайн-кредита, доступ к онлайн-банкингу и предоплата за товар, приобретаемый через интернет. Для осуществления своих преступных замыслов мошенники используют номер банковской карточки, трехзначный код на обратной стороне карточки и код, который приходит СМС-сообщением. Кирилл Потемкин при содействии областного департамента полиции. За прошлую неделю в Североказахстанской области произошло 22 пожара и два случая загорания травы. Так, в Иртаусском районе возгорание случилось на территории ТО «Журавушка» в селе Антоновка. Сгорели верхние обшивочные конструкции зернового тока. Стоит отметить, что помимо огня, ветреная погода также может стать причиной бедствия. Так, в районе Шалакына в результате сильного ветра в Казахской школе-интернат произошел срыв кровли. К счастью, жертв и пострадавших в обоих случаях нет. Также мобильные группы организуют профилактические мероприятия. По пожарной безопасности проведено более тысячи рейдов. К ответственности привлечены 195 лиц. В 18 сентября по сообщению в 5 километров от села Плоское в Холжарском районе на территории КГУ лесного хозяйства Холжарская произошло загорание лесного массива. 20 сентября в 5 километров от села Ташкенко, также в Холжарском районе на территории КГУ лесного хозяйства Холжарского произошло загорание лесного массива береза на площади на целых 5 гектаров. Причина пожара на данный момент устанавливается. На капитальный ремонт школ в Петропавловске потратили порядка 280 миллионов тенге. Ремонт осуществлялся по программе «Дорожная карта занятости-2020». Трудоустроено 36 человек. Новые окна, кровля и теплоснабжение. Какие еще изменения произошли в городских школах, узнаете далее. В средней школе номер 23 проведено сразу два капитальных ремонта. Здесь произвели замену оконных блоков и систему отопления. На сэкономленные средства в учебном заведении обновили фойе. Установили подъемник для лиц с ограниченными физическими возможностями. Была замена оконных блоков, потому что действительно деревянные конструкции уже изгнили, износились. И в школе трудно было поддерживать температурный режим. В нашу школу два раза приезжала мониторинговая группа партии «Нуратан». В первый раз, когда они приезжали, они сделали ряд замечаний, которые были устранены. И когда они приехали во второй раз, то остались довольны результатами работы. В настоящее время в школе обучается 1316 детей. Классы с государственным и русским языками обучения. В две смены работают 50 дежурных групп для детей начальных классов. В шести учебных заведениях ремонт осуществляли по восьми проектам. Это замена оконных блоков, ремонт кровли, внутреннего теплоснабжения, отделочные работы и другое. Ремонты уже в этом году закончены. 1 сентября дети пошли в обновленные школы. Кроме этого, когда ремонты проводились, была создана мониторинговая группа, куда входили общественный совет, родительские депутаты, где проводили качество выполнения капитальных ремонтов. Все замечания к подрядным организациям устранены. В школах созданы комфортные условия для обучения детей. Наталья Итова, Самат Есен-Галиев, Служба новостей. Ежегодно 22 сентября отмечается День языков в Казахстане. В филиале Центра повышения квалификации Орлеу прошел фестиваль идей и проектов «Тельмартибиэсэ» и «Ельмартибиэсэ». Цель фестиваля – повысить статус и расширить использование государственного языка, а также поднять уровень знания среди людей других национальностей. В ходе обсуждения отметили важность преподавания и изучения языков в высших учебных заведениях, а также методы, которые следует использовать при преподавании в средних школах. В связи с ограничительными мерами фестиваль прошел онлайн через платформу «Зум». Приняли участие 75 человек. На сегодняшний день актуальным вопросом является расширение сферы применения государственного языка и совершенствование языковой политики и методологии обучения. На фестивале представлен ряд проектов и рекомендаций. А на этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok